Я написала песню «Привитание» для вас, такой сюрприз, и хотела бы, чтобы вы посмехнулись, и чтобы я посмехнулась, потому что нам, людям, нужно посмехаться, и тогда мы будем жить все хорошо. Это же не открывается. Нам тоже хочется повеселиться, порадоваться. О, и тут засада. Давайте же. Ой, какая хорошая настойка. Здесь на «Экс-факторе» вы суперглавный. Есть и дичи вчетвером, такие славные, а мы все туточки, таланта много в нас, я песню-шуточку спою сейчас для вас. Сергей соседа улыбается, а Дорн Ванюша напрягается, как цветик от Амазаниночка, а ты, Горька, на сердце дырочка. За сценой стоит Оксаночка, такая добрая, как сказочка, была бы чуточку, да помоложе я. Ой, закрутила бы Роман с Сережей, а Дорну Ванечке бы улыбалась, а тикаречка поцеловалась. Жаль, голосочек не дал мне Боженька, зато дал радости сюда и в ноженьки. А я хорошая, таким характером не посчитывалась быть на «Экс-факторе». Я привезла свои подарочки, вам подарю и до свиданечка. А пела песню вам капецкая, миру Татьяна Красновецкая. Я обожаю вас! Вау! Вау! Это мне? А мужчинам я даю подарки, это тайна. Зрители не показывать. Так. А, я знаю, что мне можно показывать глядачам. Потому что глядачи могут забрать и выпить сами, без меня. Мамулечка, я приехала, я исполнила. Мамулечки, да? Да, мама очень хотела, чтобы я приехала. И мама очень любила вас, Сергей, с соседом. Она говорила, я не роблю голубцев целое ведро, напечу перешки, приедем я сяду около соседа. Я его нагадую, потому что он худенький. А, когда Кондратюк смотрит, то я чувствую себя молодой. Дорна, она тоже видела. Кажет, такой парень, такой позитивный. Если бы я была молодой, я бы ему мигнула и за угол затягнула. Она у меня тоже была. А про нее она говорила, что это райская пташечка. Когда она спевает, люди забывают про все плохое. Спасибо. Живите радостно.